Здравствуйте, добро пожаловать на канал экономических новостей Инстафорекс ТВ в студии Анна Касаткина. Трейдеры, работающие с австралийским долларом, уверены в том, что представители Федрезерва по итогам сегодняшнего заседания примут решение обозначить свою жесткую позицию. Такое мнение способствует укреплению позиций доллара США на валютном рынке. Но несмотря на силу американской валюты, австралийский доллар все равно преодолел сопротивление и за вчерашний торговый день поднялся на 100 пунктов. Сегодня котировка торгуется у отметки в 90,70 цента США за один австралийский доллар. Поддержку трейдеров Оззи почувствовал после сообщения о том, что Народный банк Китая выделил внушительную сумму на поддержку экономического роста в Поднебесной. Для борьбы с замедлением темпов роста китайской экономики на рынок дополнительно ввели 81 млрд долларов. В китайском регуляторе отметили, что новая ликвидность поступит через крупные банки. Существенный финансовый запас будет использоваться в качестве кредитов и финансовых активов для предприятий Китая. Последние данные от различных статистических служб сигнализируют о предстоящем замедлении темпов роста китайской экономики. Скорее всего, показатель прироста ВВП за третий квартал не сможет дотянуть до целевых значений, установленных правительством на уровне в 7,5%. Тем не менее, многие независимые эксперты не советуют ставить крест на китайской экономике. Правильные реформы и правительственные стимулирующие программы помогут китайской экономике к 2021 году занять лидирующее место в мире, обогнав американскую. Насколько оправданы такие оптимистичные прогнозы, покажет время. Следите за дальнейшим развитием событий на канале Инстатв. До свидания.